Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Иоанна 8 глава 9 стих. Они же, услышавши то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался Иисус один и женщина, стоящая посреди. Это женщина взятая при любодеянии была, по закону она должна была умереть. И никогда никого не спрашивали. Взятая, взятая, она должна умереть. Никакого суда уже не надо. Это сегодня так и мусульман делают. Показано, прямо в интернете снимают. Доказали, его залили вот так одна голова, а теперь камнями бьют по голове. А женщина, ну во всем одеянии есть. Он ей гранату сюда сунул, отскочил ее, обронул, одет рядки. Это закон был от Бога. При любодея должен быть умереть. Должен был. Если где-то встретил девицу, и она не кричала, предать обоих смерти. Она кричала, никого на помощь не было, его предать смерти. А если другой случай, другой такой, решали, смотрели, что незаконно женился, тогда никогда не имеют права разводиться и заплатить Большой Колым. Колым там Вену называлась. И вот здесь. Один раз только мы видим, что Иисус писал. Значит он был грамотным по нашему сказать. А что он там писал? Писал пальцем на земле. Вот эту историю всяко перетолковывает, но сходятся к мыслю о том, что главное здесь была помощь от совести. Какие они ни были эти люди, а совесть была. Что он писал? Считается так, что он писал на земле. Кто первый бросит камень? Подходит, а он пишет. Сам такого-то счастлива был с такой-то там. Камень положил. Почему? Его надо рядом установить и убивать. Следующий опять пишет. И все до одного положили камни или бросили и отошли. Кто тебя судил? Вот так судить. Припомни, что ты говорил, что ты ел. Когда это было? Где? И маленько себя вытишешь. Я сегодня хотел настроить мысль о совести. Посмотрим из Священного Писания хотя бы мест 10. Как к ней подойти? И что она из себя представляет? Я вот как обратился по Евангелию, 58 лет. Вот будет 59. 27 сентября. И выразил в одних словах. Ну как я понимаю, сейчас в интернете разнесли, все повторяют. Совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Все. Если хотите, можете запомнить. Это тот не сама душа, а участок души какой-то, муж или что, я же не видел. Через который проводник слышится голос Божий и обречаемый совестью. И все отошли. Слово совесть, что интересно, в Ветхом Завете ни разу не употребляется. А Ветхий Завет в три раза толще Нового Завета, больше по объему. Ни разу. В Новом Завете 28 раз. В неканонических книгах два раза появляется это слово. Почему его не было? Не знаю. Или по совести жили напоминать не надо было. Апостол Павел напоминает об этом. Ответа не имею. И спросить некого. Ни у кого из святых отцов этого нет ответа. Считаем. Деяние апостолов 23.11. Так, напрягитесь. Войти, чтобы со мной был этот случай. Как моя совесть ответила? Следующую ночь Господь, явившись Ему, сказал, дерзай Павел. Ибо как Ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит Тебе свидетельствовать и в Риме. 23.1. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи и братья, я всей добрую совестью жил пред Богом до сего дня. Можем ли мы это сказать так? Разный подход разной весы о самой близке, я промолчу. А если далеко где-то, там можно сказать, а перед Богом это все в одном дне происходит. Где эти люди, которые женщины привели? И костей-то нет, все сотрело. Я беру для меня главное то, что здесь происходит. А какое вам до этого дело? Самое большое, 3.18 из Икииля. Если ты видел согрешающего и не обличил его, Господь говорит, он умрет, а его кровь я отзычу с тебя. Ты мог его предупредить, мог сказать ему, мог научить. И далее говорит, если ты говорил, а он не послушал, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. Я простой пример говорю вам, скотину, будьте внимательны. Сейчас скотина-то немного осталась, и за это не смотрят. Две семьи все-таки у нас есть. Вот дожди прошли, первый раз там было. Ну заняты были, но скотина-то ваша. Разместили так, что корова лежит в грязи, а время просто плавает, как будто бы подушка какая-то рядом в этой жиже. И не один, повторяю, не один, это несколько лет назад было. Я прибежал к батюшке. Батюшка, да тебе дело до этого есть. Таких слов говорить нельзя. Я не люблю это. Мы сразу же объявили обрал. Запасные какие были жерди, все. И последнее это мы загородили. Ладно брат дал сверло, там это мы до обеда сделали. Нынче опять уже второй этот денег, ну там же не выносится, развязло, и они корова в сырости. А где овечки были, там никого нету. Но заросло намного выше головы человеческой один репей. И мы его очистили за два дня. Брат Виталий потрудился. Я пригласил туда, там заходит. Ну хотя бы один раз загляните, чего там не хватает. Я там дважды бываю в день. Два раза каждый день я там бываю в деньнике. Что-то убрать, где-то оторвалось не один. А дети маленькие. Отец наш пастул был. И мы с ним пастлись с пяти лет. Пять лет это уже работник завернуть. И мы знали, когда надо гнать, во сколько, где какая трава растет. Он все рассказывал. Вы ни разу с ребенком не пойдете. Вот такой ребенок, он знает только одно, чтобы привезти их домой. Овечки, голова к голове. А коровы друг к другу на три метра должны быть, у них рога. Они не могут есть. Три-пять метров должно быть. Он их на одном месте крутит. Мы рядом работаем на Симаковском. Я подошел. Давай поговорим маленько. Зачем ты их заворачиваешь? Ну отпусти от воды. Второй час около воды ты их держишь. Это же ваше вамито молоко. Полное молчание. Хоть один раз кто-то, родственники пришли. Оказывается, наблюдают, что я подошел, что теперь сцепится в меня. Я говорю, ты отойди в сторонку. Ну отпусти, корова идет, а ты обратно заворачиваешь ее. На полчаса раньше загоните. Это по совести. Праведник милует скоты свои. Запомните не мои слова. А не счастивое сердце жестоко. Ну счастивца растите. Давай помолимся. Молиться он не знает, как молиться. Ну я буду говорить, а ты аминь. Я скажу, ты тоже скажи. Господи, научи нас любить скотину, через которую ты обречаешь нашу жизнь. Каких прекрасных дал ты нам коров. Свою скотину в деревне Песете знают, как за грабу выгнали, не знают. Да мало там на пользу дела своего. На чужое поле запустят. А это десятая заповедь. Отогнал. Сразу родственники прибежали. Сразу отогнали дальше и пошли домой. Каждый день я вижу это. Я не могу это объяснить. У меня сердце болит. Я опять подхожу. Знаю, нельзя подходить. Жестокосердно они меня просто ненавидят. Ну отойди в сторонку. Там трава зеленая. Здесь смотри. Одну горстку не сорвем. По совести это. Притом это я делаю многократно. Когда еще другие жители были здесь. Стоит в семечке щелкает. А там фундаменты одни. Ну корова знает куда пойти. Так ты не трогай. Она знает куда. Юноша один. У нас здесь был погибший. Он перед смертью пасхал. Что я могу сказать. Кто лучше всех пасет. Это совесть. Мы смотрим. Апостол Павел говорит о доброй совести. Можем ли мы сказать. Как я уверовал. Все делал по совести. Родной, неродной погибает. Я должен подойти и сказать. Совесть и справедливость. А родные братья. 24.16. Деяние. Посему и сам подрезаясь. Всегда иметь непорочную совесть. Перед Богом и людьми. Перед Богом и людьми. Стараться надо. А стараться надо. Это сверять себя со словом Божьим. В другом нигде мы не знаем как. Мы сейчас прочитаем несколько мест такие. И на каждом слове останавливаться будем. По совести это или нет. Когда люди поступают неправильно это не по совести. А бывают такие нации у которых вообще божества никакого нет. Мусульмане там Аллах. Другие Будда. А Китай два миллиарда практически уже. Вообще Бога никакого нет. И сегодня наши отсюда русские приехали туда и смотрят у них что. Спецназ готовится. Сто миллионов. Спецназ. С пяти лет. И как они учат. Один удар может голову тебе снести. Что только они там не делают. И все это показано. Снимают и снимают. Два часа. Говорят. С волос дыбом станет. И как ущет их добро делать людям. Никакого Бога не признают. Как мы перед Богом ответим. Они день и ночь тренируются. Как их кормят этих детей. Нигде больше этого не убить. Он стоит вот так на одной ноге. А другая нога вертикально вверх. Вот так вот. За башмак поддерживает. Так что будет. И на одной ноге будет стоять. А вторая нога вот так вверх ногами. Или выголчена. Стоит. И при том нисколько тысяч человек. Пять тысяч. А сколько всего. Например сто миллионов. Теперь я говорю о совести. По совести. Что у нас бывает 17 человек на квадратный километр. А у них 470. И хуча детей. Север всегда был наш. Хотя за китайской стеной не было там. Рядом. Шесть дней до Урала не будут стоять. Никаких не надо. Ни бомб, ничего. Научитесь ценить то что у нас есть. Не ропщите. Какая чистая вода у нас. Сколько растений. Какие. Есть которые в красную книгу занесенные даже. Лекарственные растения здесь. Их корень солодкий. Он у них почитается очень. Ягоды какие. Сегодня говорят от этого ковида. Самое лучшее это черноплодка и солодка. А у нас все это есть. По совести научитесь это ценить. Не захламляйте. Сколько глаз хватает. Два метра не довезут до траншеи. Где вывалили здесь мусор. И везде так. Ладно. Бульдозером еще столкнет что-то. Это все не по совести. К римлянам. Первая глава. Двадцать восьмого по тридцатый стих. Когда совесть спит. Или ее нету. Или сожженная она. Что получается. И как они не заботились иметь Бога в разуме. То предал их Бог превратному уму. Делать непотребства. Так что они исполнены всякой неправды. Так. Так. Неправда. Неправда. А ты ищи правду от неправды. А я слышал. Сказали. А ты проверил. Да ты знаешь что это не так. И притом на каждом. Притом жители. Это не один. Неправда. Но я сегодня расположен. Любую неправду. Таких же людей наберет. Но это не я. Меня поддерживает. У Гитлера была огромная армия. У Сталина. Чем кончилось. Сколько людей погибли. Сколько расстреляли. И лгали. И лгали. И лгали. Говорили войну погибло здесь 6 миллионов. Потом 10. 15. Сегодня остановились 28 миллионов. За каждого немца 5 с половиной платили. Немцы. По совести. А теперь сказали. Теперь оказывается. Две недели опоздал Сталин. Готовился туда идти. Уже все подготовлено было. Из словари. В какой стране будут. Я говорю. Не надо верить неправде. Правда. Она. Если ты верующий. Молись. Бог откроет тебе. Выйдем на улицу. Я еще скажу больше. Неправда. И что дальше? Глуда. А тогда ничего не знают люди. Ну а если узаконить. Не узаконивается глуд. Вот в чем суть-то. Если неверный муж. Имеешь право развестись. Одна причина. Одна Христос совместил. 19 глава Матфея. Сегодня. Патриархия утвердила. 12. 12 причин для развода. Я говорю. Почему развелись? Да мы. Исходимся там. В каких-то суждениях. Да что за причина такая. 12 причин. А тогда же мусульман нету этого. Хотя 4. Ему же не разрешается иметь. Вот что. Значит не знать Слова Божия. Притом я говорю о людях. Которые Евангелие целуют. Прищищаются. Все не по совести делается. И в церкви. И в государстве. 72 года советская власть была. А работали за трудодель. А трудодель. Осенью скажут. Урожай был. Дадут что-то по килограмму. А если нету. Ничего нету. За нуль. Перестройка. Всю страну перегнали в Израиль и в Америку. И как они перед этим сегодня открывают. В Америке решали кому. Чувайса дать электричество. Этому отдать то. Другое. И он. Чувайс выступает и говорит. Мы не знаем куда деньги девать. Речь идет. Самосвалом ему возят деньги. По совести. А теперь храм Христа Спасителя. И там имена их напечатанные. Погибает. Вор в законе. Убийца. Но пожертвовал деньги на монастырь. И в лавре. И тут же в 33-х его группа поставили. Но он помог нам восстановить монастырь. По совести ли это? Зачем он монастырь, когда мы все смешали при жизни и после смерти? Уголовник. Вор в законе. Известный на всю страну. Ему место там дают. Какое ему место? Он уже в аду давно горит. И дальше. Лукавство. Ну это лукавство понятно. Лук изогнутый. Кривой так. И так же человек. Лукавит. Он мог бы это сделать. Вот я что говорю. Которого вчера не было. Я хотел сегодня рассказать. Мы вчера еще большую беду не сделали. Беду. Тюремную. И отремонтировали. Пилу, бензопила. И мы прямо за дом только заходишь. И готовим сваи туда. Необходимо. А в это время маленькие дети вырываются на территорию. И по территории за угла выскакивает. А мы же два метра. Один другого за руку держат. Из-за дома они не видят. Там в плоту и здесь трещит. Ну и под пилой то что будет. Научитесь по совести делать. В чужой дом не заходите. Там рядом который дом пустует за гряду. Не заходите. Там делать нечего. Поймал еще опять. Зачем вам здесь? Родители гляньте на это. Постепенно привыкая это. Они будут в окна лазить. Я уже ловил. Ловил. Когда замок сняли. Там он такой. И пакет. Да ладно уж. Сумела тут показать. И это уже все у нас есть. И кем они вырастут? По совести ли? Помутились на злобе ко мне. А я говорю не надо этого делать. И чего ты злишься? Будет не по моему. Мир тебя будет наказывать. И далее. Корыстолюбие. Корыстолюбие это ясно дело. Все с прибылью. И сверх меры. И здесь с любого выжить где-то. Злоба. Ну а злоба. Все это вопреки совести. В человеке это не заложено с детства. И вот эти бьются как показаны китайцы. Сто миллионов денег. И их учат такое. Чтобы сделать лицо такое. Чтобы только глянул и человека уже в панику привести. А другое. Никогда зло никому не делать. Какой добротой. И показывают. И он с ними все это пробует. Из России. Там человек. И на сердце может. А как же так? Некоторые виды борьбы оттуда пришло. Император смотрел. Когда борющийся. Лисой искажает где-то. Махал платочком. Остановлено. Леонид Нобелевской премии. Мария Кюрис-Кладовская. Единственная женщина. Получившая Леонид Нобелевской премии. И у нее. Ученики сидят китайцы. Они говорят. Со мной не согласны. Я только по глазам могла узнать. Она же хамана хамит и плюнет глаза. По глазам только узнавала. Что они не согласны со мной. Это она мне еще не говорит. Совесть. Человек придумал, что человек это обезьяна. Им очень легко доказывать, что нет обезьяны. Я говорю. Скажу. У обезьяны совесть есть? Нету. А разум? Нету. А где-нибудь в природе есть? Нету. А у человека то и другое. Значит. Какой-то барьер там, где совесть. К совести нет этого нигде в природе. И далее. Исполненные зависти. Ну зависть. Понятно. А у него нет. Он замидывает. Всяческие вещи. Его убрать. Тогда я буду на первом месте. Или повернуть в обратном направлении. Он сзади плюлся. Теперь передом идет. Убийство. Ну тоже ясно дело. 120 миллионов абортов за перестройку. Миллионов. Каждый день мы пока сидим. А в это время падает 20 тысяч. Каждый день абортов в России. Барнаул занимает первое место по числу абортов несовершеннолетних. Все-таки вошли в книгу Гениса. Раз при обманах злонравия. Это все в бессовестии. Стоит только пробудить совесть и сказать, Господи, путеводи мною. Как 1 Тимофею 4.16 Павел говорит. Вникай в себя и в ущение. У меня так в ущение. Благодарю Господи. И поступай так постоянно. И так поступай. Спасешь себя и слушаешь себя. Другого пути нет. А остальное все фальш. 24.16 Деяния. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Опять просчитали мы. Иметь перед Богом одно дело ты молишься, а другое перед людьми. А перед людьми это намного сложнее. Бог позволяет грешить против него. Не позволяет, а допускает. Так скажем. Только чтобы мы между собой сохранили отношения. И требуется покаяние тот кому нужно каяться. У людей все вывернуто наоборот. А перед Богом когда по совести человек сразу понимает. Как относится к старшим. Нам этому учиться и учиться надо. Показывает. Пасет скотину. Закололи барышка маленько. Два пастуха. Огонек горит. Едер подходит. Салям алейкум. Третий. Когда кончилось сварилось. Говорит. Сорок человек уже как хотелка сидели. Воды только подливаем. Как они любят странников. Как они заботятся о старших. Я каждый день общаюсь. Минимум 30-50 мусульман. Ни одного детдома нет. А их почти 2 миллиарда на земле. Ни одного дома престарелых нет. Все. Нам ничего нельзя сказать. Почему? Они по совести. Да не мешают старики. Но ты тоже когда-то был за стариком. 1 Петра 3.16. Мы увидим, что язычники, которые Христа не знают. Бог им пробуждает совесть. Они поступают по совести. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Они ничего не могут сделать дальше. Потому что ты все время идешь одним путем. А они все время вмешиваются. Которые приехали сюда, знают, какие мы были. И мы ни в чем не изменились. Какие были, так есть. Меняетесь вы. Меняетесь часто не в нужную сторону. И какой бы ни был противник заехал, сразу с ним сходится. 3.21. Здесь же. Так и нас ныне, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Бога доброй совести, спасает воскрешением Иисуса Христа. При крещении обещание Богу доброй совести. И когда увидели, вот тут один баптист обратился, слышал, обратился и стал священником. И когда увидели, как крещение идет, какая радость. А они отцу говорят, да, они крещеные в детстве. Отец, какой радости ты нас лишил. Почему они не удержались с крещением подальше, когда я буду понимать эту красоту? А как правильно? Посидение решат как. Крепко верующие, должны крестить детей. А об их как не надо. Об этом Дмитрий Смирнов говорил. 20 лет крестил, глянул на никого. Это наркоманы, а эти уличные. Да хоть деньги, говорит, с них взять. Так, Римлянам. 2.13.16. Центральный город империи, апостол Павел пишет. 2.13. 2.13. К Римлянам. Это первое послание апостола Павла. 2.13.16. 2.13.16. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе законную делают, то не имея закона, они сами себе закон. 3.15. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. 4.15. В день, когда по благоуставанию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Язычники, у них нет совести. Кто судит, то оправдывает. Это от Бога. Господь с ними разговаривает. Ведь Моисей написал через три тысячи лет первые строки. Откуда? То, что известно было, Бог положил на сердце. А как люди веровали? По совести. Вообще закона не было. Моисей первую букву написал. Бог написал, вернее сказать. 1.15. 1.15. Значит, язычники, не знающие о Боге, они имеют оправдание, по совести поступают. А если ты мог сказать, теперь он будет по Слову Божию делать. А не так, что они там были, эти сто миллионов, еще не знают. А согрешая таким образом против братьев и уязляя немощную совести, вы согрешаете против Христа. Это речь Алла Абадала жертвы. Ты узнал, что такое делается. Не участвуй в этом. Не уязляй и совесть. А почему ты так поступаешь? По совести. И так меня поддерживать и вам. Нам нельзя только на совесть. Я должен подтверждение найти. Господь об этом говорит. 1.1.1.5. О чем, интересно, Павел заботится о Тимопе? Так мало о совести говорится. А ему непрерывно о совести, о совести. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Вот тогда ты можешь быть проповедником. Чистая совесть, добрая вера. Поперечисляйте. Вот это необходимо. А как ты пойдешь говорить, а тебя не принимают? А что будет принимать? Златоуз говорит. Говоришь, не пейте вино, а губы красные. Веду тебя пьяного с ночной гулянки. Как ты можешь говорить о посте, когда на тебе лишний килограмм пятьдесят веса висит? Ты все это найди себе, не давай пощады. Помнишь, что тело это рабыня, душа госпожа. По ней все это нужно сделать. И взвешивай. Я знаю только, что я говорю, не доходит. А по-другому никак нельзя. Не говори, делайся я виновен. Я просто обязан сказать. Я никогда не думал, что у нас будут люди близкие такие. Какие посты-то? Надо себя сократить. Ни поклонов не сделать, ни встать не могут. А все здесь находится. Вы знаете, сестра, которая ушла у нас, она только об одном заботилась, чтобы не лечь. Ни разу никто не видел ее сидящей. А нас никто не видит стоящими. Но разве стоять все-таки? И она такая же была. И как она говорит? Устаю. Мы с ней близкие были. Последний день, когда говорили, не допускайте. Она говорит, я не говорила. Тогда открыли дверь, и я у ней был. Я столько был, и столько она целовалась. А то люди, чтобы не думали. Ладно, сестра там маленько сняла. Вот. Я показал ей палец, она его поцеловала. Я говорю, ты пойдешь там у Господа выпроси, может выпрямиться где-то. И она заботилась об этом. Когда устава сильно, я говорю, домой захожу, начинаю гимнастикой заниматься. Показала, как присядет. Упала, когда загремела. И вон сын заботился. А я сказал, не трогай. Что ты меня мог? Так упала я легко. Мягкая, теплая. Она все еще это... Понимаете, это надо припомнить все. Она любила молиться. Этим мы ее упомянем. Дай нам такую ревность, Господи, к храму, к телу своему, к труду. Ну, самое лучшее. А чтобы оно не такое, оно будет предано забвению. Его уже не вернуть. До 1.19 здесь же, Тимофеев. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувших потерпели кораблекрушение в вере. Кораблекрушение. Вы знаете, это ужасно, когда корабль тонет. Спасения ни одному человеку нету. Бывает на доске где-то еще, Павел говорит, выплыл. А так нет, это среди океана или где-то. Отверг и добрую совесть. Совесть и отверг, ничего нету. Совершенно ничего нету. Кораблекрушение уже произошло. Он не по совести поступает. А почему? За каждое слово придется отвечать. Господь предупреждает. Сегодня одно дал наказание, завтра другое. Он тебя любит. И когда окончательно человек отвергает, Бог прекращает заботиться о нем. Я устал миловать. Прочитайте, вот там написано. 4-2. Через лицемерие лжесловестников сожженных в совести своей. Лжесловестник, который лжет. Лжет здесь, в открытом интернете где-то. У него сожженная совесть. А как? Ну, спалил. Где-то Бог предупреждал, а где-то нет. Находит себе соратников. Нет ни одного безумия в мире, которое бы на арену вышло, и чтобы не было каких-то соратников, помощников, последователей. Всегда найдутся. Есть особые секты сатанные. Я сатанистка. Мне неоднократно встречается. Что Христос будет повержен, мы его бросим в ад. А мы будем, прости Господи, что повторяю слова эти. Но чтобы вы знали. Люди прямо поклоняются сатане. Алтарь голой женщины лежит на животе, у нее нитки нет. Это алтарь, где приносятся жертвы. Постепенно дошли до этого. Есть общество, которое приговаривает людей приходить к ним и закончить жизнь самоубийством. И в одном городе здесь началось такое самоубийство. Сейчас в интернете себя вылавливают, кто это ввел, эту заразу. Молодые люди на себя накладывают руки, вешаются. И причин никакой нет. А просто там хорошо, там будет по-другому. Ты будешь там начальником. И этих тварей верующих под ногами будешь топтать. И они уходят. Титул 1.5 Титул истинному Сыну по общей вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа Спасителя нашего. Титул 1.5.15 Для чистых все чистое, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и умы, и совесть. Додумались до чего? Живущие среди нас это никакая не церковь. А это секта. Это секта, мы секта. Мало того, никто не отвечает. Это все на миллионы людей выставлено. Тоталитарная секта. Даже не понимают, что тоталитарная. Это значит, что человек не может выехать ни в город, никуда. Деньгами не может распоряжаться. Тоталитарная секта. Мы дожили до этого момента. А почему? Охали, ахали, дружили. Батюшка вызвал. Ты на тертарную секту приехал. Прихожу, все убрал из интернета. Безумия нет конца. Это сегодня. Я посмотрел там другие ролики. Все сектанты здесь. А сектанты это Бога не знает. Усильно помолитесь. Я никого не называю. Вы помолитесь, чтобы эта язва прекратилась. Потому что бесследно это не проходит. Это отражается на всех окружающих в какой-то степени. И особенно на детях. Главные мстители подрастают рядом. Тоталитарный сект. Я сразу представил справку. С краевого отдела юстиции. Что мы проходили перерегистрацию. И даже секта, тем более тоталитарные секты, противозаконно. То есть если я подам суд, то разгромлю на голову. И платить за все придется. До разорения. Он не понимает ничего. Потому что ни образования у человека нет. Ничего нет. Одна дурь. Бог по маленькому предупреждает. Будешь пешком ходить. Я говорю. Совесть полностью сожженная. Где-то грань переденной. По всей вероятности по кулеем Духа Святого. Он всех. Всех, значит и батюшки на богослужение. Архиерейское. Ничего не значит. Это грань. Из-за которой очень трудно выйти. Если вы понимаете, как это трудно. Помолитесь. Чтобы с вами это не случилось. Евреев. 10.22. Это все на одной неделе назад было. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистую. Порочная совесть ее можно омывать. Как слезами. Слезами покаяния. Поэтому если понимаете о ком речь идет, подойдите. Вместе помолитесь и поплачьте. Я вас предупредил. Потому что зашел человек за грань. Откуда я пока не знаю ни одного случая, кто бы вернулся. Ни одного. А у меня только подписчиков 63 тысячи. И просмотров 63 миллиона. Я ни разу ни одного слова вопреки не сказал. Нигде не опровергал. Ничего нет. Ни разу нигде. А злопомнение уподобляет дьяволу. Я златооста. Чтобы Бог дал слезы. Не просто так услышали, я говорил там об этом. Обязаны говорить. Вот Евтропий не так поступал. Павел там пять проповедей ему посвящает. Как он дал церковь. А теперь в церкви приходится... Ну, он что-то там сделал не так, емут. А теперь он там где-то под алтарем, под престолом ли где прячет. И в туалет сводить его рис и прикрывал. Все. Враг полностью повержен. Тысячи стрел направлены на него. И он упоминает и упоминает. А теперь? Теперь тоже там один поднялся. А кто? Справляет свадьбу? Ну, чем его свадьбу эту отпраздновать? Гонками на лошадях. А колеса-то железные были. Что это случилось? Кони перестали повиновать. А жених стоит там, принимает поздравления. Шибли его по голове и голова отдельно откатилась. И это Янг Златоус все описывает. И знали о ком говорят. И этого не надо бояться. А то заденет. В этом и смысл. Если заденет, значит, крохотная надежда какая-то есть. И поэтому Янг Златоус упоминает и заголовок этими проповедей прямо на начало века направленные. А было ли покаяние, нигде больше не известно. Он скорбел о каждом. А вы, которые в храм ходите, во чем разговариваете? Кучи навоза в храм приносите. Я не вижу людей здесь. Я вижу стадо лошадей. Это его слова. И когда люди начинают совращать, вопросов Павел. Возвысил голос, не шепотом говорил. Ты враг всякой правды, сын дьявола. Да коли будешь совращать в прямых путей Господних? Это прямо прилиплено уже к этим людям. Он в прямых путей сообщает, совращает людей. И еще. 2 Коринфянам 1.12 Мы увидели, как совесть страдает. Что объединяет людей? Единение по слову Твоему, по совести. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Потому что во всем желаем вести себя честно. Какая-то людоство. Ну еще ты сам себя хвалишь. Вот у вас по совести. Вот пожалуйста. Если против совести, неужели бы я об этом говорил и делал то же самое. Повторяю, ни на один выпад ни разу нигде ни слова не сказал. Нигде. А зачем? Это все в руках Божьих. Я могу только сказать. Ни в одной молитве. Ни в ночной, ни в дневной. Не было пропуска об этом человеке. Чтобы мы не молились. Богу нашему славу. Молите веку. Аминь.